На льду Соли-Арены прошла первая игра в рамках открытого турнира по хоккею Верхнекамья на призы первичной профсоюзной организации «Колейщик» – компании «Уралкалий». Участие в нем подтвердили 8 команд из городов Верхнекамья. Первыми на лед вышли соликамская команда «Колейщик» и сборная «Чердани». Забегая вперед, скажем, что счет игры составил 15-10 в пользу наших, благодаря сплоченности защитников и нападающих. Среди первых – Сергей Тонких, хоккеист с многолетним стажем. Самым результативным нападающим «Колейщика» стал Кирилл Странев. Мужчина владеет клюшкой с третьего класса. Опыта набирался на хоккейной коробке во дворе у дома. Сколько шайб забили? Ну, где-то, наверное, 6 штук-то забил сегодня и пару передач отдал. Соперник сильный был? Достойные ребята, сыгранные, хорошо в пас у них, хорошо поставлено. В целом командность чувствуется, коллектив есть. Тяжело было немножко играть, но ничего. По словам Кирилла, игра была напряженная, но яркая и динамичная. Весь матч с трибун раздавались одобрительные крики и слова поддержки. Болели за игроков их родственники и любители хоккея. Я сам играл раньше. Как давно играли? Сколько лет играли? Много играл, года два уже не играю просто. Ну, ничего себе. А вы как верная супруга поехали? Да. Хоккей любите? Ну, мужа поддерживаю. Были и те, кому в ближайшее время самим предстоит выходить на лед. Юрий из команды «Менталург» оценивал состояние льда. Эмоции? Эмоции самые положительные. Ваши впечатления от соли арены? Классный у нас лед? Замечательные. Лучше всех. В крае. У соликамского «Менталурга» запланирована встреча со сборной из Александровска. Команда «Арсенал» встретится с хоккеистами из Тюлькина. Мы приехали посмотреть на соперников, потому что мы команда «Арсенал». Никто не любит хоккей так, как люблю его я. Вот так вам сказать. Каждый из этих настоящих мужчин играет в хоккей более 20 лет. Вообще тут нет ни одного равнодушного к этому виду спорта. Среди болельщиков и заместитель главы Соликамска Инна Тонких. Для нее этот матч особенный. У меня сегодня тоже ребенок играет за колельщика. 91 номер. Мы спортивная семья, потому что и второй тоже в Санкт-Петербурге сейчас учится и играет. Поэтому рада, что Соль-Арена живет, что турниры различного уровня проводятся у нас. Я думаю, что мы действительно станем Соликамской хоккейной столицей. Встречи команд участников на льду расписаны на полгода вперед. Проведение турнира верхниками поддержала компания «Уралкалий». Хотелось бы поблагодарить компанию «Уралкалий» за то, что они помогли организовать этот турнир, провести. Убежден, что эти шесть месяцев, которые будут длиться турнир, полетят очень быстро. А болельщиков всех зову на трибуны поддерживать команды. Я уверен, что каждый найдет здесь свою команду, которая ему понравится и будет поддерживать ее в течение всего периода. Желают всем участникам турнира счастливой клюшки, послушной шайбы и прочного льда Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль-ТВ.